ребята всем привет сегодня решил записать видео давно не записывал прогуляться по району где живу показать вам может кое-что вот перед просмотром этого видео обязательно поставьте палец вверх ну или либо после видео конечно сперва посмотрите пишите комментарии не обязательно поставьте колокольчик друзья колокольчик нажмите на него чтобы всегда знали когда выходит новое видео чтобы сообщение приходило сегодня хочу конечно сказать погодка не очень у нас пасмурно дожди идут уже целыми днями уже не знаю сколько дней наводнение видите какое течение так что вот такие вот дела но все равно мы выйдем потеплее денемся выйдем прогуляемся может интересное так что давайте не переключайтесь ну чё ребят вышел на улицу как и говорил погода у нас жопа моросит опять ну ладно средства еще прогуляемся с вами по улице ветерок дует быстро через дорогу перейдем вот так что хотел сказать короче район наш он делится на три части получается средняя потом а северная и южная эти три части делится и в этом районе живут около 45 тысяч людей примерно сейчас прогуляемся по улочкам маленьким аккуратно въехал ну и ладно здесь по всему району вот такие маленькие бутики есть магазинчики туалетная бумага видите креативность чё чё этот район вообще что он вообще себя представляет креативность тут много студентов много художников живут много таких маленьких бутиков они продают вещи типа и убил био вещи как объяснить это вот смотрите секонд-хенд всякий маленький похоже на секонд-хенд вот этот район где я сейчас иду он можно сказать даже он не дешевый совсем не дешевый тут а квартиры очень дорогие снимать также типа купать очень дорого в основном счастье закрытые вот какой-то ресторанчик индийский ресторан это какой-то новый вот такие дома тут квартиры по пол миллиона так вот здесь вот а очень долго стояла это была полиция тут а и и это очень долго стояла там вообще ничто не происходило там жили либо бездомные либо кита банки а сейчас они его рестарируют либо отель может там и квартирки может вот эта женщина очень она всегда так ездит по всему району камера закану иди камера она вообще очень странная она я ее практически вижу раз в неделю всегда она ездит на своем велосипеде очки и и навидали слушает очень громко музыку ездит и поет очень веселая но самое главное она очень стильно одевается не знаю чем она раньше занималась но по моему она много курила наверное вот такие вот дела вот видите как выглядит вот кстати здесь на этом месте вот на этом месте делали рекламу для vv volkswagen вот и все ПЕСНЯ Вот такие дома вокруг Так что Сейчас мы с вами прогуляемся Погода конечно для съемок Я вообще не хорошую погоду выбрал У меня уже руки замерзли Плюс этот ветер еще В Германии погода На улице 6 градусов Но противные 6 градусов С этим дождем и ветром Ребят Иду Сопли текут Хочу сейчас Иду к магазину Я еще сам там никогда не был Тут магазин открылся у нас на районе Там и нет никакой например Упаковки Ну короче Магазин без упаковки Вот так его можно назвать И мы сейчас Я правда не знаю где он Сейчас мы посмотрим Где он именно находится Правда у нас насчет съемок В Германии Я даже не знаю Ну по-моему Нигде нельзя снимать Практически Магазин тоже по-моему нет Ну я Может как-нибудь Аккуратно засниму И покажу вам Так что сейчас Если я его найду Я включусь Сразу же с вами Очень странно Ребята Я еще такие магазины не видал Вот они как все Видите Вот напитки А не это Бальзамик Соевый соус Набирайте 1 евро 50 100 грамм Это надо сравнить Дешевле это или нет Из-за упаковки Мюсли Тут короче В принципе все есть Линзовые Линзы Горох Вот там все Орехи Очень странно Здесь все набирать Крем Рук Шампунь Можете покупать Тут и мыло Без упаковки Есть некоторые упаковки Но это Упаковки Наверное Такие специальные Которые Вио Как говорится Очень странно Я еще такого не видал Пока меня не заметили Я так поснимал Быстро показал вам Ребят Ну вот я стою на фоне Сзади этого магазина Вот так он выглядит Очень интересно И необычно Я такого еще не видал Ты короче туда приходишь Со своей тарой Или пакет Ну без разницы что Ложишь на весы Звешиваешь его Ну чтобы потом Твоя тара не взвешивалась Понятно да Потом ходите по магазину Набираете все Звешиваете опять И вот таким образом Покупаете все Вот этим и отличается Этот район Что здесь Вот в основном Люди вот многие живут Которые вот Заботятся о Нашей планете Да Можно сказать так Которые Смотрят на этим Наблюдают И стараются Не покупать там Пакеты Или еще что-то Вот этим гордится Этот район Кстати Вот я сейчас Только заметил Вон видите Вдалеке стоит Вон Кафе К Называется Сейчас я там Не пойду Этот Ну Кого это Принадлежит Это кафе Тоже уже давно Тут Вот этот чувак Он участвовал В программе Кто станет миллионером Или как Да Как называется Вот И он там участвовал И он выиграл миллион Вот этот кафе Мы уже там С Настей Завтракали Цены нормальные Он выиграл Денег И сразу Поднял зарплату Своим Рабочим Вот так вот Так Ну а мы сейчас Продолжаем идти дальше Сейчас еще Прогуляемся По одной улице Знаменитой улице Здесь На этом районе А кстати Читал в интернете Что Где самое лучшее В каком районе В Ганнофе В городе Где я жгу Где самое лучшее Жить Вот этот район Делится на три части И На первом месте Одна из этих частей На первом месте она Где жить Вот В Ганнофе Она на первом месте Вот видите Какое старое здание И сразу здесь Понастроили Новое здание И он очень Здоровый И растет он Представляете 45 тысяч Населения Что это такое В некоторых городах Так живут Столько людей Так что Так вот Он меня чуть-чуть Напоминает Наш район Он меня напоминает Бронкс В Нью-Йорке Он тоже Более был Такой криминальный В одних частей Здесь И постепенно Постепенно С студентами И потом начали Другие люди Сюда приезжать Он начинает Как-то развиваться В другую сторону Ну не в криминальную В позитивную сторону Вот И поэтому Я думаю Здесь Что Правильно Что он на первом месте Что Где хотят жить люди В Ганнофе И у нас Районов Разделенных На В Ганнофе 50 или 51 И он на первом месте В Ганнофе Субтитры создавал DimaTorzok Ну ребят Так жить в этом районе Присутствует Много Ну не так уж много Ну есть Алкаши Аркоманы Ну вот это Такая знаменитая улица Можно сказать Сейчас она чуть-чуть Ну погодка такая В основном В основном Тут все полно Особенно после Пяти-шести вечера Когда люди Приезжают с работы И идут просто сюда кушать Венца для рывца Можно взять К сожалению Этот магазинчик И закрытый Но К сожалению Я хотел туда Сюда вазут зайти У меня не получится Потому что он закрытый Тут Если вы хотите Что-то острое купить Там перец Или что-то Тогда Приходите В этот магазинчик Тут все ребята Фефа-хаус Называется Называется Фефа-хаус Кстати Вот этот вот Здесь Вот он называется Линденбляд Грилльгарден Да Вот этот чувак Выиграл Было такое Это Сравняли Там О Спасибо тебе Сравняли Много ресторанов Много ресторанов Сравняли По поводу Еды Всего Там И он Выиграл По телевизору Показывали Видите Много Ну тут Забегало Просто Дофига На каждом углу Китаец Дурок Китаец Дурок Либо Еще там Что-то другое Пицца Сейчас Тут Движухи Почти что нет Можно сказать Летом Тут Ребят Летом Тут Забито Просто Забито На улице Выставлены Везде Столики И тут Просто Забито Плюс Еще Это Главная Кухня Какая-то Как-то Странно Будет Лима Кумпир Непонятно Мне Что это Хот-доги Какие-то Странные Картошки Выглядит Аппетитно Арабская По-моему Кухня Ребят По поводу Киосков На нашем Районе Сравнили Как Они Измеряли Не знаю Киосок На каждые 9 метров Как-то Они Измерили Один Киосок И У нас Тут Само Больше Во всем Мире Во всем Мире Представляете Это На этом Районе Само Больше Киосков Тут Я считаю В киосках Там В основном Люди Покупают Это Все Оно Потому Что Стоит Почти Что Так Ж Как В магазине Вот Мы Не прошли Далеко Еще Один Киосок Мы Прошли Буквально 10 метров Так Что Ну Так Как-то Это И Ребят Ребят Короче Зашел Все Так Сюда И Попить Кофе Типа Ну И Плюс Мне Сейчас Приготовят Такой Блин С Шоколадом Называется Креп Короче Берете Там Например Берете Например Этот Как его Блинчик Себе Выбирайте И Плюс Вам Дают Вот Такие Все Что Видите Здесь Можете Выбирать И Они Вам Приготовят С ним Ну В итоге Сейчас Я вам Покажу Как Это Все Будет Выглядеть А пока Весь Копью Кофе Согрещущим На улице Холмого Видите Что Для Вас Делаю На улице Мороз Я Гуляю По улице У меня Руки Отмораживаются Отмораживаются Но Что Не Сделаешь Ради Вас Так Что Давайте Обязательно Ставьте Палец Вверх Подписки Подписки Репост Репост Так что Давайте Принесли Мне Такой Вот Блин Вот Как Он Выглядит Там Внутри Нутелла Сейчас Перекушу И Пойду Дальше Ну Что Ребят Подкрепился Сейчас Чуть Прогуляемся С вами Правда Не знаю Куда Сюда Можно Пойти Тут Вон Бюргеры Ну Самое Что Мне Это Что Это Делают Знаете Если Были Были Американцы Как То Не Знаю В основном Тут Открывают Все Турки Ничего Страшного Вон Там Ребята Вот Тут Кстати Тоже Вот Эти Блины Делают И Рядом С Этим Магазин Там Делают Пиццу И К Этому Магазину Принадлежит Вот Этот Магазин Это Тут Продают Только Вино И Они Обоим Этот Свали Давай Быстрее Быстрее Вы Заказывайте Себе Там Пиццу Сидите Ешьте А Отсюда Вам Принесут Вино Которое Вы Можете Попробовать Пить Так Ну что Ребята Прошел Я Эту Улицу Быстро Надеюсь Чуть Что-то Вы Повидали И Увидели Сейчас Буду Возвращаться Назад И Может Еще Зайду До Моего Соседа Так Что Не Переключаться Идем Дальше По Моему Району Ремонтик Делают Опять Какой-то Новый Магазин Открывается Тут Нет Пустого Места Ребят Тут Открывается Закрывается Сразу Открывается Здесь Нет Пустого Места Мне Кажется Тут Очень Сложно Взять Что-то В аренду Все Забито Так Ну что Ребят Эскурсия Почти Что Закончилась Вышел Сейчас Еще На Вот Сюда Вот Это Шварцебе Это Считается Такой Центральный Пункт Можно Сказать В этом Районе Сейчас Там Еще Прогуляюсь Может И Сейчас Зайду Хочу Сюда Зайти Соседа Кофейка Выпить И домой Пойти Ребят Короче Зашел Вот До Моего Соседа Вы Его Уже Видали Знали В Некоторых Видео Так Что Зашел Кофейка Попить Последний Мой Такой Этот Заход И Потом Домой Пойду Все Хватит На сегодня Гулять Так Что Ребята Ну Еще Не знаю Может Еще Что-то Другое Сниму А так Посижу Пообщаясь Кофе Попью 1312 Велосипедистов Сегодня Здесь Проехали Неплохо Да Вот Об этом Что Я Говорил Что Туда Много Велосипедистов Вот Здесь Вот Ребят Выступают Всегда Всякие Артисты Вот В этом Капитоле Артисты Выступают И тут В основном Всегда Полно Народу На этой Неделю Сто Пудов Тут Тоже Еще Что-то Будет И тут Короче Всегда Полно Среди Недели На выходных Взразницы Ребят Что Еще Хотел Показать Я Думаю Я Думаю Что Всегда Будет Здесь Осторожно Насчет Велосипедистов У многих Наверное Есть Ну Кто В Германии Живет Вот Такие Вот Эти Но Они Давно Уже Существуют В Германии Можете Можете Просто Выбрать Любую Книгу Или Также Положить Это На прокат В основном Берется Взял Домой Почитал Вернул Назад Я Уже Сюда Также Отложил Книги Всякие Разные Тут Много Книг Как Вы Видите Вон Даже Есть Это Что Этот Что Лик Куран Что Лик Ну Вон Много Всяких Разных Книг Вот Так Ребят Так Что Все На этом Заканчиваем Сегодня Прогулочку Иду Домой Сейчас Под вечер Погодка Хоть Чуть Успокоилась Сейчас Не так Уж Холодно Ветерок Не дует Такой Сильный Ребята Если вам Нравится Вот Видео Такое Пишите Комментарии Ставьте Лайки Давайте Нормально Наберем Лайков И это И может Буду Снимать Еще Что По району Бары У нас Тут Много Баров Всякого Разного Возьму Еще Может Кое Кого С собой Чтобы Было Не одному В компании Веселее Как всегда Говорится Короче Ставьте Лайки Пишите Комментарии И Поставьте Обязательно Колокольчик Не забудьте Потому что Потом Вы будете Знать Когда Видео Выходят Вы будете Самые Первые Знать Это Вот Такие Вот дела Так что Все Я пришел Домой Всем Хорошего дня Вечера Утро До свидания Субтитры Субтитры